Всем привет! Наконец-то немножко у нас о косметике будет. Покупок у меня не так много. Я бы не сказала, что я косметики охладела в последнее время, но я прям с удовольствием пользуюсь тем, что у меня есть, например, палетки теней какие-то, да? И вот у меня реально нет мысли, что... Короче, я смотрю, например, Сифору нашу турецкую, и вот какие-то скидки там на 14 февраля были. Думаю, ну какую-нибудь там Наташу Дино на палетку что-ли заказать, что-то приятное себе сделать, да? А я смотрю, и нет такого, чтобы мне что-то очень захотелось, понравилось. Единственное, что я, может быть, ну, может, не сейчас, попозже закажу, это хочу попробовать пигменты эти Тани Тануки. В России этот сайт, и мне очень такие красивые, я когда увидела, это у меня челюсть просто, девочки, отвисла. Вот это круто, вот это я бы хочу попробовать. Это единственное, что у меня вот такой интерес сейчас вызывает, а такого особо ничего больше у меня нет, что меня заинтересовало. А видео о косметике будет много, и о двух классных парфюмах, которые я приобрела, нишевых. Так, это будет попозже, через месяц, чуть-чуть наберитесь терпения. И сейчас я, давайте расскажу немножко о декоративке, что покупала, а потом уже о уходе. Я не знала, что вообще до этого дойдет когда-то в моей жизни. Я купила тушь Lancome Monsieur Big. И вы знаете, кто давно смотрит, я фанат туши от Lancome. Это для меня лучшая формула, подходящая, самое качество, просто круто. Lancome Hypnose, который классика, это самый best of the best для меня. Мне меньше всего нравилась изогнутая кисточка лебединая, да, потому что эта тушь с силиконовой кистью, она мне очень подходит, она не очень много мне наслаивает. Вот фибра вот этой не дает на ресницы, ну такая слабенькая, всех я и выделяла хуже всех. Но теперь у меня есть антифаворит из туши, это вот эта. Насколько хорошие отзывы. Я смотрела на нее, очень молится ленский бьюти. Я думаю, о, блин, ну надо купить. Я вообще же Lancome люблю, думаю, ну... И у меня даже не было в мысли, что это может быть какое-то разочарование. Плюс здесь кисть, которую я люблю, большая кисточка такая, лохматая, видите, да, ну, как бы классическая. С какого момента начать? Ну, вот, давайте, смотрите, это новая тушь. Ей, ну, три недели, наверное, но крашусь я ей очень редко, не каждый день совсем. Вы видите, вокруг просто все в густой туши. Она, конечно, типа раскрасилась, она вообще жидкой изначально не была. Тут два варианта. Либо мне в старую тушь какую-то выслали, в беспонтовую, скажем так, которые уже, может, пользовались, ее открывали, разворачивали, да, и воздух туда попадал. Либо эта тушь, в принципе, какашка. У кого вот есть не очень отзывы, расскажите поподробнее, опишите, чем она вам не понравилась. Чтобы я вообще по ощущениям своим поняла, потому что все остальные Lancome, формула-то одна и та же, по сути. Не сильно она там меняется у них, прощеточки меняются, но это просто какой-то уродец в семействе. Других у меня вообще вариантов нет. С чего начнем? Она делает паучьи лапки, очень жирная, комками может ложиться. Она не осыпается в течение дня под глазами, так не чернит. Я недавно выкинула, у меня закончилась. Вообще, точнее, не закончилась, а засохла, потому что я ей пользовалась немало, не спорю. Но люксовую тушь у меня подольше держась. Хелена Рубинштейн, она очень классная, жидкая была, но в течение дня она чернила под глазами, и очень даже водостойким средством для макияжа трудно было смыть. Под глазами все черное всегда было. Этой такой истории нет. Она под глазами не чернит, не отпечатывает, все в порядке. Но наносить все веко можно замазать. Это какой-то ужас. Вообще, изначально у меня видео не сохранилось, как она мне пришла. Я покупала ее в Бойнере, так что, девочки, кто в Турции, в Бойнере не заказывайте себе косметику. Это просто дно днищенское. Это кошмар. У меня из Бойнера было несколько заказов одежды какой-то, обуви. У меня всегда побитые какие-то коробки с дырками перемотанные. Я не представляю, какие там просто уроды моральные собирают. У них заказы в онлайн-магазине на складе. Это просто кошмар. И вот приехала мне тушь. Она реально валялась где-то когда-то на складе много лет. Или ее уже пользовались, я не знаю. У нее была помятая страшная упаковка. И когда я ее открыла, нет, было ощущения вот этой новизны и свежей туши. Такое ощущение, что ее уже раскручивали. И кинули. И это просто кошмар, короче, был. В общем, я хочу понять, тушь говно? Или мне такая тушь из магазина беспонтовая пришла? Хочу, чтобы вы дали свои комментарии. Но второй раз вообще никогда покупать не буду. Я его буду всегда покупать. И гипноз Ланком классическую. Повторила покупку уже в третий раз. Это средство для бровей от Revolution Prom. В России тоже есть. У вас эта косметика марка. Обычный прозрачный гель для бровей. Вот такой чистый. Ничего здесь такого нет особенного в нем. Тут номер какой-то. Даже не объема, ничего. Короче, так скажу, что здесь в Турции просто прозрачный. Я пришла в итоге к прозрачным для бровей средствам. Вот этим гелем для фиксации. Фиксирует он не очень хорошо. Если у вас очень сильно густые, плотные, сухие такие реснички. Волосинки на бровях, а не реснички. Которые надо фиксировать прям. Это не тот случай. Если у вас мягенький волос, податливый. Просто вот так вот расчесать и чуть-чуть прилезать, чтобы форма держалась. Вам это будет на каждый день просто супер отличное средство. Но железобетонно он не держит. Почему купила? Потому что третий раз причем. Вот этого эффекта мягкого. Нет ощущения цемента на бровях. Мне нравится, мне хватает. Если мне какое-то мероприятие, чтобы было, я не знаю, потело. Еще что-то. Брови мне как-то трогали лишний раз. И я их поправлять приходилось. Это не тот случай. Они вот так вот все торчать всяко-разно будут. Но из бюджета это хорошее средство. Неплохое. Лучше, по крайней мере, чем всякие эллиэсенс там или еще что-то. Не помню, что пробовала. На уровне прозрачного геля для бровей от Мак. Все-таки хочу его купить от Мак. Вот как встречу в магазин Мак. Не забуду, я куплю себе. Потому что это неплохо, но мне просто хочется посильнее фиксаться. Само средство неплохое. Я вам рекомендую его даже. Недавно в каком-то магазине просто я увидела пародию на бьюти-яйцо. Ну, короче, для нанесения тонального крема, да, губку. Бьюти-блендер. Я очень сильно люблю. Но бьюти-блендере минус такой, что я все равно приверженец бьюти-блендера. И считаю, что он лучше всего. Его именно качество вот этой поролонки, которую спас. Мне больше всего нравится. Я уже много-много раз покупала. Он быстро заканчивается, да. У меня длинные ногти. Поэтому, если я держу бьюти-блендер, часто дырки. Он рвется. Поэтому он очень мягкий и деликатный. Но как справляется с нанесением косметики, супер мне очень нравится. Я купила пародию на него. Точнее, я увидела этот бьюти-спонж, так назовем, да. За очень дешево, там, рублей за 90. Но он такой был красивый, мраморный. Видите? Я подумала, ой, ну попробуй. Форма такая же. Он огромедный просто. Он в два раза. Вот это влажное, кстати, его состояние. Я его помыла и сейчас косметику наносила. Короче, оно огромное. И оно такое-то мягкое, пористое. Очень похоже на бьюти-блендер. Несмотря на огромные свои размеры. Но при этом вот он чуть-чуть поупругий. Очень мягенький. Из аналогов, что когда-то там в руки трогала, брала. Самое большее похожее, что на бьюти-блендер. Но когда я стала этим пользоваться, какое говно. У меня других слов нет. Во-первых, ушло много тонального крема. Потому что, я бы не сказала, что он его в себя, понимаете, впитывает. Он его просто вот так вот ерзает по лицу. И тональный крем в итоге, ну как бы марает вот этот бьюти-блендер. Но в него не заходит. Он его не набирает. И по лицу катается. И по вот этой губке катается. И ни туда не впитывается, ни в кожу. Ни в губку. И это что-то такое. На лице остаются и разводами какими-то. Я вообще просто в шоке. Как губка поролоновая, по сути, да, может не впитывать в себя какое-то средство. У меня был шок. Я до сих пор это не понимаю. Это какая-то фигня редко. Только выкинуть. Я не знаю, что с этим делать. Куда оно может пригодиться. У меня же ребенок, наверное, играть. Собаке можно отдать. Вот я, наверное, собаке дам погрызть. На один раз ему хватит поиграть. Просто фигня полная. Я просто удивилась от самого эффекта, да. Казалось бы, поролон какой-то, а он себе ни в чего не вбирает. Ни в средство, ни в кожу не прибивает. Ни в себя не берет тональный крем. Я была очень удивлена. Отвратительная вещь. Просто кошмар. И давайте к уходу. Я открою вам секретик. Я помните, говорила, люблю смывку для глаз. У меня глаза очень чувствительные. Раздражение краснеет. То есть щипет любое средство для снятия макияжа с глаз и туши. Масло тоже не подходит. В общем, я сидела очень много лет на косметике Рок для снятия макияжа. Средства продаются они в gratis и в адсенсе. В последнее время и на них у меня началась аллергия. У меня жгло глаза невыносимо. Я думаю, они поменяли состав. Я не сравнивала, честно говоря. Я случайно на кассе заметила. Просто мне предложили в магазине косметики. И такие, ну попробуйте на скидке. А я подумала, ну что попробую? Невея. Розовая вот эта двухфазная смывка для косметики с глаз. У меня на нее нет реакции. Я с вами тоже хочу. Мейкап-эксперт называется. Для водостойкого макияжа розовая есть голубая. Я от розовой покупаю. Я косметику не вею, просто не перевариваю, честно. Ни крема, ни харомат. Мне очень не нравится. Никогда ничего не подходило. Ну вот это просто судьба. И это у меня уже третья или четвертая бутылка. И она офигенная. Она очень хорошо смывает макияж. При этом у меня глаза остаются белого. Даже вот тут кожа не краснеет. Хотя у меня от любого воздействия все тут вообще красное. Ужас. И это вообще находка, девочки. Кто в Турции и в России, я думаю, она такая же продается. Та же самая. Это и дешево, и классно смывает. Прям удивление вообще для меня. Открытие. Находка моя. Я купила смывку для лица и маску для лица. Здесь всего лишь 50 миллилитров. Я вроде ее, не знаю, показывала или нет. У меня была миниатюра. Я не помню, 10 миллилитров. Я набор покупала. Origins попробовать. Мне очень много из этого понравилось. И вот мне так понравилась эта умывалка для лица, что она кремовая, плотная, пахнет немножко мятой. Знаете, есть жвачка Orbit сладкая мята. Вот этот аромат. В общем, классная. Мне и качество Origins мне очень-очень нравится. Достойная косметика уходовая. Почему они очень мало говорят? Честно, получше очень многих марок и даже люксовых, крутых каких-то, которые гораздо дороже. Так вот, смывка потрясающая. Ее аналог очень похожа смывка от Shiseido. То есть она плотная, хорошо пенится. Я имею в виду, она такая густая. Горошину нужно на лицо. Хорошо умывает. Нет ощущения скрипа, стянутости и так далее. Довольно-таки она, не знаю, растворяет вот этот весь жир. Ощущение чистоты, но не сухости на лице. Но ее капец как мало. Я ей пользуюсь вот этим средством, наверное, месяц. У меня уже вот здесь, девочки, осталось на дне. Сама она неплохая. Это хорошая косметика. Само средство мне нравится, но его очень мало. Здесь у меня всего лишь 50 миллилитров. Есть упаковка 100. Но когда я заказывала на Sephora, у них сотки не было в наличии. Было только 50, короче. Очень быстро у меня почему-то она расходуется. Она классная, но такая маленькая вообще. И это полноформат, как бы это не тревел никакой, ничего. И у них еще также в заказ я положила себе Out of Trouble маска для лица. Потому что я хотела познакомиться с этой фирмой. Думала, ну что попробовать. Почитала, I recommend открыла. И там одни только пятибальные практически все отзывы на эту маску. Я думаю, блин, ну возьму, попробую. Просто открыла origin, что там может быть у них хорошего. Это 10-минутная маска для удаления черных точек. На самом деле это маска глиняная, с белой глиной. И я состав, давайте, уж читать не буду. Здесь, ну, в интернете можете посмотреть. Короче, здесь очень много всяких травок. Она даже пахнет также мятая, успокаивающая. И здесь этот, забыла слово, с глиной намешано. Господи. Здесь, мне кажется, камфоровое, камфорное масло. Запах именно камфоры. И ихтиоловая мазь. Ихтиолка, вот прыщи, вот это для проблемной кожи. Вот это все. История, потому что у меня периодически высыпания по линии маску, как носишь, у меня на лице бывают какие-то воспаления от парникового эффекта от маски. Я уже замучилась. И чтобы вот неплохая маска, супер, не знаю, дело, чтобы черные точки убирались или сужались поры, но я не так уж долго и пользуюсь. Забываю, честно говоря. Про нее удобно, что видно прозрачную упаковку и видно, сколько маски остается. А вот для тех, кто любит уход пожестче, брыщи и так далее, высыпания какие-то, я на постоянной основе пользуюсь кислотами, из них вообще никуда. Вот такое средство есть, на Культ Бьюти продается. Кейт Саммервилл марка. Это миниатюра, и там есть в большей упаковке. Здесь 15 миллилитров. Это кислота. Пахнет жестью вообще травками. Она вот так вот зеленого такого цвета. Пастой такой выдавливается густой. Короче, помыли лицо. Это для кому нужно. Имейте в виду, кто этим не пользуется. Даже не начинайте. Это кислоты, кто регулярно кислотами пользуется. Эта штука, она допользуется раз в неделю. Она мне реально именно от воспалений. У меня нет возможности сейчас, потому что косметологу бы не было возможности есть, потому что мы закрыты и так далее. Просто косметолог в будние дни воспринимает далеко-далеко от меня. Мне неудобно территориально к ней было ехать. И я не могла сделать никакой пилинг. И вот это замена такая, знаете, легкий пилинг для лица. В общем, помыли лицо. На влажную кожу выдавливаете эту штуку. Она очень густая. Буквально надо, ну, такую горошину, такую вот примерно, сосиску такую выдавливаете. Она такая просто густущая такая лезет. В общем, вы ее на вот этой мокрой коже своей начинаете, я не сказала, прям растирать. Да, она начнет немножко подтаивать. Не такой густой будет. И прям по проблемным участкам, где расширенные поры, где у вас воспаление бактерии, это же кислоты, вы вот так вот ее разносите и засекаете ровно 2 минуты. Никакого, может чуть-чуть жечь будет кислоты, но особо вы не чувствуете неприятных ощущений никаких. Можно про 2 минуты забыть. Но не забывайте, кислота здесь жесть вообще. Потом просто мойте ручку, да, свою от этого средства и чистой рукой просто смываете все водой. Это все вытирается. Смотрите в зеркало и офигеваетесь, потому что все, где вы ее нанесли, будет жестко красного цвета полыхать, как алой мак минут 15-20. Это и есть легкий домашний пилинг. Но, честно, я делаю это вечером, чтобы людей особо не пугать, да. И ложусь с пальцем и просто наношу уход, тоник, например, крем какой-то. И, честно, к утру очень, если у меня какое-то воспаление, знаете, такие у меня воспаления от маски, они не то, что прыщи, просто какой-то неровная кожа, неприятный цвет лица, какой-то бугристость непонятная, перед воспалением какие-то, да. И утром я посыпаюсь, и, как правило, это либо убиваются там бактерии, либо кожа становится более мягкая, гладкая, лучше выглядит, либо воспаление прекращается, начинает это все затягиваться. Так что я бы даже посоветовала. Это очень маленький расход у этого средства идет. И тут с этим маленьким 15 мл я уже месяца полтора-два пользуюсь. Вот, так что купите полный формат. Штука не дешевая на кульбите, но реально работает, действующая. И вообще, честно, кислоты какие-то дешевые, я вообще ничего не нашла. Косметика с кислотами хорошая на кульбите, большой выбор, я всем оттуда пользуюсь в основном. Ну, все равно, короче говоря, она стоит своих денег, это средство реально работает, я вам всем советую. Пишите в комментариях, что у вас новенького у самих по косметике, пользуюсь ли средствами, которые у меня. Расскажите, что у вас по туши такой, если вы ей пользовались. Просто разочарование всех времен народов. Я еще не тушиланком туши, так могут подставить. Спасибо за внимание, поставьте обязательно лайк, комментарий напишите под этим видео или подписывайтесь на канал. Скоро увидимся, всем пока!